Новый пост пред Китая при организации объединенных наций приступил к работе. Кантонская ярмарка приняла почти 150 тысяч зарубежных гостей. Поднебесные готовят к запуску космический корабль Шэньчжоу-18. В провинции Аньхой археологи нашли уникальные артефакты в древней гробнице. Китай всецело поддерживает ООН и выступает защитником принципа мультилатерализма на международной арене. Об этом заявил новый постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун при передаче верительных грамот генеральному секретарю Антонио Гутерришу в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Как отметил Фу Цун, необходимо укреплять авторитет ООН, а также продвигать развитие глобального управления в более справедливом и разумном русле. Антонио Гутерриш заявил, что Организация объединенных наций дорожит отношениями с Китаем, готова поддерживать тесную координацию и сотрудничество. Генсек ООН подчеркнул, что высоко ценит идеи Си Цзиньпина, в том числе инициативы по безопасности, развитию и формированию глобальной цивилизации. ООН придает большое значение роли Китая в вопросах прогресса, мира и безопасности, изменений климата, борьбы с бедностью и реформы международной финансовой системы. В Гуанчжоу в самом разгаре 135-я китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, или Кантонская ярмарка. По традиции на нее съехались почти 150 тысяч зарубежных гостей, более чем из 200 стран мира. В центре внимания три хита китайского экспорта – литиевые аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили. В основном мы импортируем электрокары – от седанов до джипов и автобусов. Китай – мировой лидер в этой индустрии, так что участие в ярмарке имеет для нас ключевое значение. В КНР очень хорошо развита инфраструктура в области производства электромобилей, и я с оптимизмом смотрю на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Кантонская ярмарка экспортно-импортная, поэтому здесь представлены не только китайские товары. 680 экспонентов из 50 стран и регионов мира занимают выставочную площадь размером с половину футбольного поля. Здесь вы видите нашу раскладную солнечную панель. Можно купить весь набор с генератором, привезти домой, самостоятельно установить, и панель начнет вырабатывать электричество. Торговые споры между Китаем и США не мешают американским производителям участвовать в кантонской ярмарке. В этот раз их на 20% больше, чем в предыдущей. Представители многих заокеанских компаний приезжают на выставку из года в год. Производство в Китае на фантастическом уровне. Мы постоянно ездим сюда для закупок и видим, что с каждым годом продукция улучшается, как и условия ведения бизнеса. Кантонская ярмарка – старейшая торговая площадка в Китае. Ее современную историю отсчитывают с 1957 года. Выставочный центр «Паджоу», где она проходит, считается одним из крупнейших зданий мира. Для многих зарубежных поставщиков это удобное место встречи с покупателями со всей планеты. Космический корабль «Шэньчжоу-18» с тайконавтами на борту отправится к китайской орбитальной станции уже в ближайшие дни. Как сообщили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, сам корабль и ракета-носитель «Чанчжэн-2Ф» уже находятся на стартовой площадке космодрома Цзюцюань. «Это наша первая пилотируемая миссия, запуск которой приходится на апрель. Весенний сезон – это муссоны и песчаные бури. Поэтому мы провели статистический анализ метеоданных в районе космодрома за последние 30 лет. Также потребовалось разработать правила реагирования на различные ситуации». Как отметил Ван Сюэу, специально перед запуском в космопорте организовали комплексные тренинги и аварийные учения. Здесь также обновили систему электроснабжения некоторых объектов и усилили контроль работы оборудования. При раскопках в городе Хуайнань провинции Аньхой китайские археологи обнаружили древние захоронения, вероятно, принадлежавшие высшей знати. Усыпальницу под названием Увандунь соорудили во времена царства Чу более двух тысяч лет назад. Об этом сообщило Государственное управление по охране культурного наследия КНР. Как отметили в управлении, Увандунь – крупнейшая из обнаруженных гробниц царства Чу, а также наиболее сложно устроенная. Археологи сосредоточились на раскопках главной вертикальной погребальной камеры жертвенных ям захоронений лошадей с колесницами. «Опираясь на исторические записи и исследования других погребений времен царства Чу, мы предполагаем, что в Увандунь похоронили правителя Каоли. Пока это только гипотеза. Необходимо дождаться извлечения новых артефактов, а затем использовать архивные материалы, чтобы точно установить личность захороненного человека». В гробнице обнаружили самую большую бамбуковую циновку, когда-либо найденную в Китае, бронзовые изделия, более ста деревянных статуэток и множество хорошо сохранившихся семян. Археологи намерены продолжать анализ артефактов, чтобы раскрыть тайны усыпальницы времен царства Чу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова